Недр и швуа Недр мы перевели как обещание, швуа скажем как клятва и говорит Мишна, есть случаи, когда недр он строже, чем швуа, например, еш недр беток недр, человек на один недр может наложить второй недр, то есть когда уже один недр существует, он снова то же самое пообещал, работает, будет виновен дважды, если нарушен, но клятва, одна клятва на другую клятку не накладывается, как мы с вами говорили, человек не может поклянуться, что он не будет исполнять митцва цвилин или сука и так далее, потому что мы уже поклялись на горе Синай, что мы будем эти митцвы исполнять, поэтому одна клятва не может наложиться на другую клятву. Кетцад спрашивает Мишна, как это недр на недр накладывается, а швуа на швуа не накладывается. Человек сказал, я буду назиром, если я съем, вот этот кусок хлеба скажем, или я буду, еще раз, еще раз сказал, я буду назиром, если я съем, должен быть, и потом он съел, то есть если бы он не съел, он бы не был назиром. Так как он съел, он должен будет соблюдать два периода назирута, минимум это 30 дней. Сказал 10 раз, так должен будет соблюдать 10 раз. И объясняет ран, что это работает именно для назира, потому что на следующей странице объясняет гмараж, что написан пасук 2. Человек, который даст обещание недр, назиром стать для Всевышнего, что мекан, шан, зерут, халал, зерут. Человек, который принял на себя, зерут один раз и тут же принял на второй раз, один зерут накладывается на другой. Что получается здесь, что он отчитывает 30 дней и приносит корбан, назирут, он держит 30 дней, и потом снова отчитывает 30 дней и снова приносит корбан. Человек, который поклялся, говорит, что я клянусь, что не буду есть. И потом снова сказал, что я клянусь, не буду есть, и потом съел, должен принести корбан за одну клятву. Это всего лишь одна клятва, потому что мы сказали, швуа нашего клятва на клятву не накладывается. Говорит, ху, хавеле, мушбабеум, медвейтуло, фейхале, швуа вообще нет. И он сказал, что он с него клятва взлетал, как твилин, мы поклянулись, что мы будем соблюдать. И здесь он уже один раз поклялся, что он не будет есть, второй раз эта клятва не накладывается. Но, говорит Мара, что, несмотря на это, он должен за одну клятву. Что он должен, если он сделал это умышленно, получает молко, неумышленно, приносит корбан. Некоторые говорят, да, первая клятва, она действительная, но вторая клятва, он все-таки нарушил другой закон, не давать напрасных клятв. И за это он тоже будет наказан, как за нарушение швуача. Теперь Мара говорит, Мишна нам сказала просто, пример, если я поем, буду назир, буду назир. Два раза, как он должен отчитывать, он стал два раза назир. Два раза по тридцать, раз за разом, друг за другом, и Мара приводит, дам спор между Равгуна и Шмуэль. Говорит Равгуна так, Незерут халаль Незерут. Когда один Незерут накладывается на другой Незерут, он говорит, а когда он сказал, Амар Харени Назир Хайом, Харени Назир Лемахар, он сказал, вот я Назир сегодня, то есть, вот эта синяя линия, он принял на себя тридцать дней Незерута сначала, а потом сказал, я буду назир еще и завтра тоже. То есть, первый Незерут тридцать дней у него заканчивается, в это же время он принял тридцать дней второго Незерута, но сказал, что я буду завтра. Второй Незерут начнется завтра, поэтому он закончит тридцать дней, потом начнет вторые тридцать дней. Почему? Так как он сказал, я буду назиром с сегодняшнего дня один раз, а второй сказал с завтрашнего дня, так как есть один лишний день, то есть второй Незерут закончится на один день позже, чем первый, если на что этому Незеруту второму зацепиться. Поэтому только в этом случае он должен будет говорить правуна, закончить тридцать дней, принести корму, потом принести снова, посчитать тридцать дней, стать Назиром. Но если он сказал, вот я Назир сегодняшнего дня второй Назир говорит Рафуна неэффективный потому что уже первый занял эти 30 дней второму не на что наложиться не на что опереться поэтому второй Назир он не должен будет соблюдать так считает Рафуна Шмуэль говорит нет Шмуэль говорит как написано в втором он сказал вот я с сегодняшнего дня Назир я с сегодняшнего дня Назир сказал два раз одно и то же принял на себя Назирут Назирут да считается потому что в пастухе есть два слова Назир Легазир даже негде второму Назируту начаться и опереться все равно он накладывается на него и он должен будет провести два Назирута Ран говорит так Назир теперь Назир который сказал я буду Назир я не буду есть выходит что он не должен есть виноград за каждый казать винограда который он съел есть его перед каждым разом когда его предупредили ты Назир ты не имеешь права это кушать он съел за каждый казать получает морковь то есть должно быть какое-то прерывание между его поеданиями этого винограда как мы сказали нет наказания без предупреждения его должны были предупредить и он съел на основе этого Беннишхай разбирает такой вопрос был человек который скажем был алкоголиком и он дал себе обещание что каждый раз когда я буду пить я 10 долларов дам на цитаку держался месяц два-три неважно потом начал пить про это узнал габайца на кайф сказал ты знаешь сколько раз ты уже пил за каждый раз ты пил ты должен дать 10 долларов а в синагогу он говорит ты меня слушай меня никто не принуждал может быть за первый раз я должен но за остальные разы нет и объяснять Беннишхай нет на самом деле он не прав а прав в габать цитака почему потому что для наказания морковь нужно предупреждение как мы сказали с Назиром не кушай виноград ты Назир тебе нельзя за каждый казать будет кушать если вы предупредили перед каждым казать здесь он пообещал что не будет пить на цитаку он должен будет дать за каждый раз когда он пил пошел на свадьбу на день рождения и так далее вопрос должен будет ли он заплатить за каждую рюмку которую он выпил или нет это открытый вопрос но то что за каждый раз когда он сел пить он должен будет заплатить так говорит Меннишхай в Рав Парим он должен будет заплатить дальше Морану объясняет что по мнению Шемуэля мы что сказали Назир Назирут накладывается он сказал Назир Айом Назир Айом Назирут выходит но клятва на клятву не накладывается он поклялся если он сказал я клянусь что я не буду кушать инжир и по-погноз и он сказал я буду кушать инжир это тот случай когда Мишна говорит что клятва на клятву шуа на шуа не накладывается Назирут да накладывается клятва нет но говорит почему негде этой клятвы опереться но в случае когда он сказал что если он сначала сказал я не буду есть инжир а потом вторая клятва я не буду кушать инжир и виноград сейчас у него клятва говорит что так как вторая клятва швуа действует на виноград она будет действовать и на инжир тоже есть он съест инжир он будет он нарушит клятву дважды так считает что в этом случае если второй клятвы 2 чего есть на что опереться есть на что зацепиться да она считается швуа несмотря на то что меч на в общем сказала швуа нашу они накладываются так считает шуму но ровно он говорит не не зерут мы сказали харин назира ямарин на зверли маха то что меч на сказал что один из рук накладывается на зерут на второй не зерут когда когда он сказал вот я назир сегодня и вот я назир завтра если он сказал сегодня сегодня назир не работает и не зерут на зерут когда есть место второму на зеруту зацепиться выходит в параллельном случае со швуа швуа шелуха тенин и на на не на не равна говорит когда он сказал я кинул что я не буду кушать фикс инжир и потом скаянику кушать инжир и виноград и чуаха шва а ты луша маком на фун он 2 2 клятва не будет работать даже что есть место этой клятве зацепиться за виноград и тогда он будет виноват дважды что поклялся не будет кушать инжир говорит равна даже в том месте где есть клятвы наложится клятва не действительно даже есть где место опереться шва и не накладывается и в этом он не согласен с раба который с раба который говорит да клятва на клятву накладывается если есть место где этой клятве 2 зацепиться теперь говорит она так что рова говорит человек который два раз принял на себя на зерут первые 30 дней прошло и как мы здесь он отделил курбан а потом пошел к мудрецу торы и он его от первого на зерута освободил что значит освободил как мы делаем от родной дарим он его от этого освободил получается когда он его освобождает объясняет хамим что он первый не зерут с корнем вы выдернул он вообще не должен его держать и получается говорит мара что вот эти 30 дней которым был уже на зерем он может зачитать себе за на вторые 30 дней и уже свой на зерут он исполнил рафуна говорит это будет работать только когда он сказал я на зер сегодня я на зер завтра есть он дважды я на зер сегодня на зер сегодня второй зерута так и так не работу теперь даже мара что по мнению рафуна когда он сказал гарейм на зер айом марина зер айом и не знаю калори на зер если у подиана зер сегодня я на зер сегодня на зеруда не накладывается он согласится что если он взял два на зерута одновременно что он сказал кибель а лавшинь и зерут говорит хат харе а лавштени зерут вот с меня два на зерута он сказал вот я надеюсь сейчас и вот я надеюсь сейчас снова сегодня сегодня он сказал я беру на себя на зерут дважды сразу выходит что у него два две обязанности стать назиром включилась одновременно не было времени чтобы начался второй на зерут а потом так как начался в вернее первые зерута второй наложенный зерут хотел на него наложиться и нету места в этом случае он говорит что а мы сейчас закончим или поэтому в этом случае он говорит да он будет должен два не зерута почему потому что говорит мара объясняет так объясняет рантах декай гам на ахаля тарвайгу чаре эн ахад меем кодеме для хаберта динема шелот акур шния ахаре в этом случае два назирута включилась вместе он должен будет закончить 1 0 30 дней принести корба и потом начать сразу 2 на зерут 30 дней и принести корба то есть мы сказали не зерут минимум это 30 человек который не сказал сколько времени он будет назир то есть не пить вино не есть виноград не оскорняться мертвецом не сказал сколько минимум 30 дней поэтому когда он сказал вот я назир сегодня и вот я назир завтра у него один лишний день остается да на который накладывается этот не зерут поэтому не может быть назиром один день он еще вторые 30 не должен будет быть назир теперь хамин говорят что если вопрос уречен им двойная швуа двойная клятва она действует или нет махана эфрам приводит интересный пример из кодмон был мудрец предыдущих поколений который говорит так что человек который делал обещание нэдзер или назирут он должен пойти к мудрецу чтобы он его этот от этого назирут от этого нэдзера освободил когда когда он взял на себя нэдзер этим как бы нэдзером он включил это действие он совершил действие и потом когда он от этого отказывается его слова не могут его освободить от этого назирута от этого обещания потому что слова не могут отменить действие да он несмотря на что он сказал всего лишь словами но это слова приравниться к действию но в нашем случае как в мишне говорит махана эфраем что человек который сказал я буду назиром если я съем хлеб или я съем что-то что-то съем пока он не съел он назиром не стал выходит что его слова еще действие не включили действие включится только когда он съесть этот хлеб поэтому говорит в этом случае он сам сможет отменить свой назирут так как слова много подписced facial есть и я семья буду названий так как покауна ничур не сделал ну можно сказать я не буду больше неназиром и отказываясь от этого слова поэтому его слова могут отменить слова но слова действия отменить не могу другой примервому электриче ховуде июм SEOB случае там у него был бизнесмен который плавал с одного места на другое. И однажды попал в такой страшный шторм, что он сказал Всевышний, если я останусь живым, я больше путешествовать от дома больше на километр не буду. Он приехал домой, все нормально, все успокоилось. Прошел месяц, прошло два, прошло время, надо ему зарабатывать деньги, надо ему содержать семью. Как быть? Он пришел к Ходиавир и говорит, слушай, я должен соблюдать свой обет и нужно мне аннулировать свой недер или нет. Почему нет? Он говорит, смотри, я имел в виду, может быть, когда тогда он был шторм, что я по морям не буду больше плавать и по суше я буду ходить. Или, кроме этого, он говорит, что я имел в виду, так как мне сейчас нужна парносан, возможно, мне это можно мойть. И я имел в виду, что я именно на целый километр не отойду, а может, я буду ходить по 950 метров, остановлюсь, и потом, может быть, мне это можно, сказал ему Хаводья Ир, что у нас есть правило, что даже полразмера как размер, то есть ты, если ты взял на себя обещание не ходить километр, и ты имел и по суше, и по воде, и по всему, ты даже на метр не можешь выйти из своего дома. Ты уже прошел, ты уже нарушил. Но все зависит от твоего настроения, когда ты давал этот недер. Если ты имел в виду только по морям, тогда, возможно, только по морям тебе нельзя. Если ты имел в виду, что и по суше, тогда не будет тебе можно послушать, потому что в недеры мы идем за каваном, мы идем за тем, что люди думают, когда они дают этот недер, и кроме этого мы идем за тем, как люди обычно это говорят. Поэтому человек, который высказал что-то, мы смотрим, как обычно люди говорят, и что они имеют в виду, и в соответствии с этим решается вопрос, его недер действует или нет. Но в любом случае он мог аннулировать свою недер тогда и мог пойти делать себе зарабатывать прогноза для своей семьи. И вопрос, нужно было ему отарадное дарим или не нужно было в соответствии с тем, что он сказал и как он сказал. Амин.